Всем привет! Меня зовут Бондаренко Александр и с вами канал Hi English. И мы начинаем новое время. Мы уже с вами изучили два времени английского глагола это present simple и present continuous. А сегодня пришел черед past simple. Что такое past? Past это прошлое, а simple означает простой. Прошлое, простое время. То есть в русском языке и в украинском языке и в многих языках оно есть. Это время это то, что вы делали вчера, позавчера, год тому назад. Например, вчера я был на футболе. Вчера я был на футболе. Вы скажете I was at a football match yesterday. То есть вы говорите о том, что произошло в прошлом. Мы знаем настоящее. Два времени в настоящем. То, что мы постоянно делаем. Я постоянно хожу на работу. Например, I always go to work. Или то, что вы делаете прямо сейчас. I'm making a video right now. Сейчас я делаю видео, записываю видео. Но past simple это то, что произошло в прошлом. Итак, affirmative. Affirmative это утвердительное предложение. Утвердительное предложение в прошлом времени образуется с помощью добавления ed. Смотрите, глагол watch смотреть. Это правильный глагол. Мы с вами поговорим о правильных и о неправильных глаголах, которые нужно изучить на на зубок, как табличку умножения. I watched. I watched. Ко всем лицам мы добавляем окончание ed, глагол. I watched. Итак, смотрим сюда. We use the past simple to describe finished events in the past. Когда мы используем past simple. We use, мы используем, что past simple, прошлое время. Зачем? To describe. Describe означает описывать. Для того, чтобы описать, что описать finished events. Finished events. Законченные действия in the past. В прошлом. То есть, действие должно быть finished, законченным. Finished. Finished. То есть, не действие, которое длится или длилось, а оконченное действие в прошлом. Finished. Это важно. Итак, смотрим на табличку. Yesterday означает вчера. Yesterday есть песня Beatles. Yesterday. Yesterday и today. Сегодня. И смотрим 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. П.m. означает после полудня. То есть, 7 часов вечера, 8 часов вечера, 9 часов вечера. И у нас есть предложение. Yesterday I watched a great film on TV. Вчера я посмотрел чудесный, просто замечательный фильм по телевизору. Yesterday I watched. Watched означает смотрел или посмотрел. Посмотрел. Оконченное действие. Вчера я посмотрел чудесный фильм по телевизору. Yesterday это маркер, то есть, слово индикатор, которое показывает, что нужно употребить past simple. Прошедшее время. Я посмотрел. I watched. Законченное действие. Добавляем к глаголу watch и D. Но смотрите, это довольно так сложно в том плане, что не ко всем глаголам вы будете добавлять и D. Есть неправильные глаголы в форму прошедшего время, которых нужно запомнить. Yesterday I watched a great film. Watch – это правильный глагол. It started at 8 p.m. and finished at 10 p.m. То есть, фильм started начался, законченное действие. Он начался в 8 вечера and finished и закончился в 10 вечера. Started, finished. К глаголам start и finish мы добавляем окончание и D. Дальше. Что у нас здесь есть? Regular verbs. Regular – это как регулярные, то есть, правильные глаголы. Regular verbs. Они нуждаются в добавлении и D к глаголу. Смотрим. У нас глагол watch. Мы добавляем и D. Получается watched, как здесь. Start – начинать. Добавляем и D. Будет слово started. Начали. Для всех лиц. He, she, it, I, you, we – they ничего не меняется. Мы просто добавляем и D. I started, you started, he started, she started, it started, we started, they started. Просто добавь воды. Как реклама invite. Просто добавь воды. Здесь просто добавляешь и D. Но, смотрите, и D. Еще раз. Есть некоторые глаголы их. Где-то 300 можно насчитать. Они неправильные глаголы. И прошедшую форму этих глаголов нужно запомнить. Итак, здесь мы разбираем только правильные глаголы. То есть, нужно добавить и D для образования прошедшего времени. Например, John played football last week. Last week – это слово-индикатор, который показывает, что действие произошло в прошлом. Last week означает на прошлой неделе. John played football. John играл в футбол на прошлой неделе. Дальше. In 1998. Как читать года? Часто года читаются по две цифры. Nineteen, ninety-eight. Это когда нет нулей, тогда вы читаете две первые цифры. Nineteen. И потом две последние цифры. Nineteen. Итак. In 1998. I decide. Это решать. Смотрите. Само слово decide оканчивается на i, поэтому мы добавляем только буковку D. I decided. Что сделать? To move. In infinitive. To move to Australia. В 1998 году я решил переехать в Австралию. Хорошее решение. Хорошая страна. Kate stayed in Turkey last summer. State – это оставаться. Kate stayed in Turkey last summer. То есть, Kate осталась в Турции прошлым летом. Также у нас слово-индикатор прошедшего времени – это last summer. То есть, у вас есть last summer. И вы понимаете, что речь идет не о настоящем времени, а о прошлом времени. Kate stayed. Осталась в Турции прошлым летом. Дальше. The bus arrived at. Смотрите. At – это предлог. Вы употребляете at с временем. Когда вы говорите о времени, когда действие произошло, вам нужно употребить предлог at. At 5 o'clock, at 6 o'clock, в 6, в 5, в 10, at 10 o'clock, at 9.30. The bus arrived. Arrive означает прибывать. The bus arrived at 9.30. Автобус приехал в 9.30. Утверчение в прошедшем времени. Действие закончено. The bus arrived at 9.30. Здесь обычное действие. 9.30. Есть конкретное время. Дальше. Yesterday – маркер прошедшего времени. Yesterday I walked to school. Вчера я ходил пешком в школу. Walk – это гулять, прогуливаться. Walk in the park. Да, прогулка по парку или гулять по парку. Walk in the park. I walked to school. Здесь я пешком ходил. Куда? В направлении движения. To school – в школу. Yesterday I walked to school. Все супер, замечательно. Я думаю, понятно. Очень просто. Вы говорите о прошедшем времени, прибавляя окончание иди к всем лицам. К I, к he, she, it и так далее. Ну, к глаголу, да, вы поняли. He started, she started, they started. Но у нас есть spelling, написание. Когда вы добавляете иди, последняя буква может меняться. В каких случаях? Смотрите. Когда у вас слово, глагол заканчивается на согласной. Например, fit. И вам нужно добавить иди. Вот в таких случаях, когда перед этой согласной, перед буквой т стоит одна, одна гласная, да еще и под ударением, вам нужно конечную согласную удвоить. Fit. Fit it. То же самое происходит с ing, когда вы добавляете к глаголу ing, например, sit, я сижу, I am sitting. Конечная буква t, она удваивается, потому что перед t идет гласное под ударение. Это в небольших словах преимущественно. Почему? Потому что в английском языке ударение в основном падает на первый слог. Поэтому если слово большое, скорее всего ударение будет где-то там в начале слова, но не будет падать на I, на гласную, на гласную, которая идет перед согласной. Fit. Fit it. Дальше. Стоп. Слово оканчивается на согласную p, перед согласной идет буква o, она гласная, под ударением одна гласная. Удвоиваем p. Стоп. Стоп. Fit. Fit it. Дальше. One syllable verbs, то есть глаголы с одним слогом. Например, cry, один слог. Слог это когда у вас одна гласная. Cry, гласная это I, O, cry, 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 cry это кричать или плакать. У нас буква y, последняя. Если перед буквой y идет согласная, при добавлении окончания ed и при добавлении окончания s, буква y будет меняться на i, то есть change y into i. вместо tried, вместо того, чтобы написать tried, смотрите, try, слово оканчивается на y, вот, why. Вы добавляете id, но у вас a, эта буква, она согласная, негласная. В таком случае вы y меняете на i, tried, будет tried, tried. Также будет cry, кричать. Вы напишите cried, то есть вы y, эту y, меняете на i. То же самое правило действует при добавлении окончания s. Например, city, город, вы меняете слово на города, делаете это множественным числом. C меняете на i и s добавляете. Почему еще раз вы поменяли y на i? Потому что только перед, только перед буквой y стоит согласная. В таких случаях при добавлении окончаний id и s, вы меняете, или s просто, вы меняете конечную букву y. Дальше, то же самое правило, только если у вас перед буквой y стоит гласная. Еще раз, давайте напомним гласные, как их запомнить. Гласные буквы очень просто запомнить. Это я, you, ты и номера на машине a, e. То есть это все гласные буквы i, u, a, e. Если у вас перед буквой y идет гласная, при добавлении окончаний id, буква y нигде не исчезает. Никуда не исчезает. Она остается. Play, played. Смотрите, мы просто добавили id и все. Play, played. Y осталось. Stay, stayed. Так как перед y идет гласная, a, в этом случае, a осталось. Stay, stayed, a осталось, y тоже осталось, stayed. Мы просто добавляем окончание id. Дальше. Two syllable verbs. Когда два слога. Double the final consonant. Удваивают. Final. А final это конечную согласную. Consonant это согласная буква. When the stress is on the last syllable. Когда стресс, это ударение, падает на конечный слог. То, что я вам говорил, что всегда, когда это гласное i будет под ударением, и после нее будет идти одна согласная, это согласное будет удваиваться. Admit, admitted, admit, admitted. Я вам говорил, что в большинстве английских слов ударение падает на первые слога. Но есть 20 где-то процентов исключений, когда может ударение падать на последний слог. В таких случаях перед последнее классное будет под ударением. Тогда, в таком случае, согласное будет удваиваться. Следующее правило. Two syllable verbs with the stress on the first syllable do not double the final consonant. То есть, если у вас ударение будет на первом слоге, то, конечно же, и у вас здесь будет без ударения. В таких случаях удвоение не происходит. Вы пишете одну согласную are answer answered. Дальше. Здесь список других правильных глаголов. То есть, к всем этим глаголам вы добавляете просто иди и все. Answer, answered, answered – это отвечать. Decide – это решить. Decide – мы решили подать апелляцию, например. Decide – решать. Listen – слушать. Listen. Listened. Listened. Married. 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 Как напишем? Married. Смотрим на это слово. Married – это выходить замуж или жениться. Married. Нам нужно добавить окончание – иди. Смотрим. Слово оканчивается на букву y. Перед y идет не гласная, не i, u, a, r. Да? Не одна из этих букв. А идет согласная. Тогда в таком случае нам нужно убрать y. Заменить ее на i. И добавляем окончание – иди. Married. Married. Start. Начинать. Добавляем – иди. У нас будет started. Turn. Оборачивать. Turn. Turned. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она. I turned to look. Yeah? Or I turned to see. Arrive. Arrive. Переезжать. Arrive. Arrived. Смотрите. Если у вас уже есть буква i, то вы не добавляете иди. Вы добавляете просто букву куни. Arrive. Arrived. Like. Liked. Также здесь то же самое. У вас слово оканчивается уже на i. Вы просто добавляете di. Like. Liked. Like – это любить. Live – это жить. Live. Lived. Open. Opened. Open. Смотрите. Здесь удвоение не происходит, потому что o будет под ударением. Open. Open. Не. Да? Open. Первый слог ударный. Stop. Stopped. А здесь это останавливаться. Open. Открывать. Stop. Конечная согласная. Удвоивается. Stop. Stopped. Остановился. Stop. Stopped. Дальше watch – смотреть. Watch – watched. Добавляем – иди. Смотреть. Переходим к упражнениям. Complete – нужно заполнить. The sentences – предложение with the past simple form of the verbs in brackets. То есть нужно заполнить упражнение, используя форму прошедшего простого времени, глаголов в скобках. My day yesterday. Смотрите, здесь my day yesterday, оно уже нам задает тон, задает время. Yesterday – вчера. То есть все предложения должны быть в прошедшем времени. Итак, погнали. My mother called me at seven. Моя мама позвонила мне в семь. Хорошо. I wash and dress very quickly. Я что сделал? Я умылся. Wash – это умываться. Если вы говорите в прошедшем времени, я умылся вчера, например, то будет I washed. Добавляю. Иди и все. Wash – это правильный глагол. Если у вас неправильный глагол, еще раз, вам нужно смотреть таблицу неправильных глаголов. Смотрите, вторую колонку неправильных глаголов. Дальше. And dressed – и оделся. Dress – одеваться. Это глагол dress. Платье будет dress – это существительное. Dress – to dress – одеваться. Это глагол. Что сделать? I dressed. Добавляем иди и все. And dressed very quickly. Очень быстро. Quickly – быстро. Дальше. I walked to school. Walk – это прогулка. Если это глагол, это означает ходить пешком или гулять. I walked – иди добавляем. I walked to school. Я сходил, я пошел в школу, да, сходил в школу пешком. After school – после школы. I watched television. Я смотрел телевизор. В прошедшем времени будет добавляться ED. After school – I watched television. После школы я посмотрел телевизор. Пятое предложение. Then I – потом я играл в баскетбол с друзьями. I – сыграл, да, поиграл. Play – это играть. Некоторые пишут вот так. Played. Это неправильно. Почему? Потому что буква A у нас классная буква. Поэтому Y у нас при добавлении ID меняться не будет. Почему? Потому что перед Y у нас идет классная. Еще раз. Какие классные буквы есть? Есть буква I. Это я. You. То есть буквы Y, O, U. И номера на машине AE. Это все классные буквы. Запомните классные буквы. Согласные вам не нужно запоминать. Если вы знаете, классные. То есть все другие буквы будут согласными. Then I played basketball with my friends. Потом я поиграл в баскетбол с моими друзьями. Дальше шестое. At 8.30 we finished the game. В 8.30 мы закончили игру. Конкретное время в прошедшем. Finish – это оканчивать. Добавляем ID. Finished. Окончили, закончили. At 8.30 we finished the game. Седьмое предложение. Before bedtime. Перед тем, как лечь спать. I phone. Это означает, если имя существительное, это будет означать телефон. Если это глагол, это будет звонить. Before bedtime. I found. Позвонил. I found my friend. Я позвонил моему другу. Все. Дальше следующее упражнение. Complete the paragraph. Параграф – это вот, это называется paragraph. With the past simple from the verbs from the box. То есть, I complete the paragraph with the past simple form of the verbs from the box. Нужно использовать слова с бокс, с коробочки. Коробочка – это таблички. Да, бокс. И нужно поставить past simple. Arrive – переезжать. Уже arrive у нас стоит. My first day at school. Мой первый день в школе. At school – это at. Предлог at употребляется. В школе – at school. I remember. Я помню. My first day at school in 2001. Смотрите, когда у вас два нуля будет, вы не будете читать сначала 20, потом 1. Нужно полностью прочитать. Two thousand, две тысячи, and one, и один. I remember my first day at school in 2001. I arrived. Я приехал at 8.38. 30. And lessons at nine. Lessons – это уроки. Да? And lessons at nine. Как вы думаете, что здесь нужно поставить? В каком времени нужно поставить? I continued. Continue – это продолжаться. Продолжаться, да? I continued lessons at nine. Или здесь будет что-то другое. Может, finished – окончил уроки. Наверное, нет. Listened – это слушал. I listened. I listened. Played – играл. Started. Начал. Started. Начал. Дальше. Talk – это говорить. Talked. Talked – говорил. Talked. И следующее. Последнее. Work – worked. Worked. Ну, наверное, что здесь будет подходить? I remember my first day at school in 2001. I arrived at 8.30. And – когда начал заниматься? Когда уроки начались? В девять. Started. Start – начинаться. Добавляем иди. Started. And started lessons at nine. We – что мы делали? Мы – мы, наверное, подходит слово talked, говорили, наверное, работали, да, в школе. We worked. Смотрим сюда. Да, стат я не туда поставил. Нужно тут. После двоечки. We worked. Мы работали. We worked. We worked from nine to twelve. Мы работали с девяти до двенадцати. The teachers – что учителя делали с нами? To us – a lot. Много с нами. Наверное, говорили. Talked. The teachers talked to us a lot. Потом. Then we – наверное, play. Потому что баскетбол. Баскетбол. Then we played. Мы играли. Played. I have punto switch installed, so it keeps changing the language. Played. Then we played basketball for an hour. Мы потом поиграли часик баскетбол for an hour. Это на протяжении часа. Запомните, как читается слово hour. Час будет hour. 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 In the afternoon. У нас слово afternoon начинается с гласной. Гласный – это I, U, A, E. Напоминаю вам. То нужно прочитать не the afternoon, а the afternoon. In the afternoon we – the lessons. Наверное, продолжили уроки. Продолжать. Continuer. И у нас уже есть. Мы добавляем D. We continued the lessons and to the teacher carefully. Что мы делали с учителем carefully? Кефали – это внимательно. Наверное, мы слушали преподавателя внимательно. Listened. Listened. И D добавляем. Listened to the teacher carefully. Then. Потом. At 3.30 the lessons, хух, окончились. Finished. 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 Добавляем D. It was a long and tiring day. Tiring – означает утомительный. Это был длинный и утомительный день. It was a long and tiring day. Так, мы закончили это упражнение. Следующее упражнение. Что нужно сделать? Нужно change the sentences. Нужно изменить предложение. Into – в. Переделать предложение. Изменить предложение. Into – это в past simple sentences. Предложение с past simple. С прошедшим простым временем. Смотрим на первое предложение. Tom looks out of the window. То есть, здесь какое время? Looks out – это S. Продолжение следует. He should have as добавляется только в present simple. То есть, Tom смотрит в окно. И нужно еще было бы хорошо дописать always, sometimes, often, чтобы точно знать, что это present simple. Потому что можно подумать, что он сейчас смотрит. Tom is looking out of the window. Не сказано, когда, как часто он смотрит. Every day, sometimes. Ну, это не важно. Смотрим, как нужно переделать. Нужно looks out – выглядывать в окно. Поменять на выглядывая в окно вчера, например. Tom looked – мы добавляем глагол look – смотреть. Смотрите, есть глагол watch и look. Разница в том, что watch – это означает watch – смотреть, не отводя глаз. То есть, на протяжении какого-то времени. А look – это взглянуть. Tom looks out of the window. Взгляд в это окно. Tom looked out of the window. Взглянув в окно. Второе предложение. We arrived at 6.30. Мы приезжаем в 6.30. Нам нужно сказать, что мы приехали в 6.30. We arrived. Да, здесь у нас уже и есть. Поэтому мы добавляем только букву D. We arrived at 6.30. We arrived at 6.30. Третье предложение. Laura watches television all afternoon. То есть, Laura смотрит телевизор весь день. То есть, все время после обеда. Watches. Добавляем ES. Это present simple. Нам нужно сказать, что она смотрела в прошедшем. Четвертое предложение. The bus stops at the end of the street. At the end of the street. Это в конце улицы. То есть, автобус останавливается в конце в улице. At the end. Это в конце мы говорим не о времени, а о местонахождении. At. Тогда вы употребляете at the end. At the end. Есть in the end. Это в конце концов. Типа, хух. In the end they got married. В результате они поженились. Здесь at the end. Где? At the end of the corridor. At the end of the street. Смотрите, как я произношу the end. Я не говорю the end. Я говорю the end. At the end. Потому что end начинается с гласной. The bus stopped. То есть, нужно сказать the bus. Автобус остановился. Стоп. Останавливаться. Но у нас гласная одна. Она под ударением. Мы согласную удваиваем. Стоп. And the bus stopped at the end. And. And. Нет. В пункту switch. End of the street. Street. Вот так. I visited an old castle on Saturday. Я навещаю старый замок в субботу. То есть, нужно сказать, я навестил, я посетил. I visited. I visited an old castle. An old castle. Castle on Saturday. On Saturday. On Saturday. Субботу. Sue waits for her friends for more than an hour. Sue ждет своих друзей больше, чем час. Waits. Это типа каждый день. Потому что waits – это present simple. То есть, если она сейчас счет, вы скажете, Sue is waiting. Сейчас. В данную секунду счет. Но здесь это предложение подразумевает, что каждый день, например, постоянно действия, которые происходят регулярно, повседневные действия. Нам нужно сказать это в прошедшем времени. Sue waited. Ждала. For her friends. For her friends. Наверное, пункт свитч хорош для русского языка. Потому что, когда вы пишете на английском языке, то он часто думает, что вы хотите что-то на русском написать. И с английского переводит вас на русский. Sue waited for her friends for more than – опять – than, не понял. Пункт свитч. Than an hour. She waited. Мы к глаголу wait добавляем иди. Sue waited for her friends for more than an hour. More – больше, чем. For more than an hour. They decide to come to my party. Они решили прийти ко мне на вечеринку. То есть в прошедшем времени будет they decided to come. Come – это прийти. Go – это вообще идти. They decided to come. Опять. Пункт свитч. I need to shut this down. Shut this. Пункт свитч. Down. They decided to come. To come to my party. To my party. They decided to come to my party. Итак, у нас сегодня все, что мы с вами выучили. Мы выучили regular verbs. То есть regular – это правильные глаголы. У прошедшем времени. Мы добавляем просто иди и все. Вот такой простой сегодня у нас урок. На следующий урок мы будем учить past simple, regular verbs. Но мы будем говорить о отрицаниях и о вопросах. Как строятся вопросы в past simple. Смотрите, в чем сложность. Здесь очень все фрагментировано. Вам нужно понять в комплексе. Поэтому вам советую найти табличку, например, неправильных глаголов. Вот есть Google и отмечать времена, которые мы уже прошли. То есть мы с вами уже прошли настоящее вот это время. Давайте так сделаем. Print screen. Мы с вами прошли настоящее время. Present. Какое? Present simple. Вот present simple. Мы прошли это время. То есть вопросы. Вы знаете, как строятся вопросы. Строятся вопросы present simple. Отрицания и утвердительные предложения. Также мы с вами рассмотрели continuous. Вот это время present continuous. И настал черед past прошедшего времени. Мы сегодня с вами рассмотрели прошедшее время, но только коснулись правильных глаголов. Правильным глаголом вы добавляете «иди». И все. То есть мы разобрали утверждение в past simple. Past simple. То есть видите, все фрагментарно. Это можно очень быстро на пальцах объяснить в одном уроке. Но в том случае, если вы уже знаете более-менее английский, чуть-чуть ориентируйтесь. Но это книжка для начинающих. Elementary, для тех людей, которые еще ничего в английском особо не понимают. Итак, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. И все. Увидимся дальше. Делитесь видео, подписывайтесь. Увидимся. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok